Приветствую вас, и это означает первое, непроработанный негативный опыт от неудачных отношений, и второе, внутренние драки, неуверенность в себе, возможно, проблема с самооценкой, с достоинством и так далее. И если говорить про опыт, то его нужно пропустить через себя, усвоить, понять причины, по которым у вас были неудачные отношения или нет стабильных, и внести какие-то коррективы в своё поведение, в своё мировоззрение, в своё отношение с мужчинами, в отношении к себе и прочее. То есть, по сути, став более мудрее, более опытнее, вы исключите вот эту вот тревожность, вот эту вот негативную окраску вашей фантазии. Что касается страхов, то вот здесь проблема в том, что каждые негативные отношения бьют по нашей самооценке, по нашей гордости, по самолюбию и так далее. И вот эти категории требуют восстановления. Какого восстановления? Восстановления через осуществление, удовлетворение своих потребностей, не связанных с личными взаимодействиями с мужчинами. То есть, отделяем чисто личные взаимоотношения. Это стремление что-то делать для человека, стремление делать его счастливым, складываться, заботиться о нем, там и так далее. И это вот мы отделяем, убираем и оставляем все остальное. Вот все, что останется кроме этого, вот эти потребности вам нужно удовлетворять в обход, так сказать, в личной взаимодействии с мужчиной, в обход. Чтобы в самих отношениях вы выступали как независимый, полноправный партнер, который точно знает, что он хочет, который точно понимает, куда он идет, и для которого отношения есть акт свободного волеизъявления, а не, простите, какой-либо принужденности, какого-либо влияния извне и прочее. Вот проработать эти два момента вам необходимо для того, чтобы наладить свою, собственно говоря, личную и не только жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду подкататься.